Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию к Титу первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем читать вторую главу этого послания. Здесь апостол дает Титу указание верно исполнять свое служение. Это первый стих. Также идут конкретные указания, которые касаются различных категорий лиц, с которыми сталкивается Тит. Об этом со второго по десятый стих. Далее Павел приводит обоснование этих и следующих указаний, это с одиннадцатого по четырнадцатый, и заканчивает кратким наставлением стих пятнадцатый. Итак, первоверховный апостол Павел дает апостолу Титу, апостолу из числа семидесяти, указание верно исполнять свое служение. И мы читаем «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». То есть служитель Христа, апостол Христа, да и просто христианин должен говорить только то, что сообразно со здравым учением евангельским. И если верующий человек начинает говорить о каких-то глупостях, озвучивать какие-то фейки, какие-то конспиративные теории или что-то подобное, это недостойно христианина. Христианин должен говорить о том, что является назиданием веры и может принести благословение для слушающих его. Святитель Аверкий Таушев пишет «Со второй главы начинаются наставления, как и чему должен учить пастырь верующих. Апостол говорит здесь, что старцев нужно учить быть степенными и здравыми в вере, старец, чтобы они одевались прилично и удерживались от клеветы, то есть от сплетен и пьянства, и наставляли молодых любить мужей, детей и быть целомудренными, юношей быть целомудренными, чтобы посрамить этим противников христианства». Почему это было все важно ввиду противников христианства? Потому что наши враги всегда ищут повод придраться к нам, и, как сказано в Писании, «не подавайте повода и ищущим повод». Теперь мы читаем вот это наставление со второго стиха и ниже. Здесь наставление старцам, старицам, юношам, наставление самому Титу и наставление к рабам. И вот в этом порядке со второго по десятый стих. «Наставление старцам, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении». То есть очень важно, когда пожилой мужчина, старец в возрасте, старец не в духовном смысле, а в физическом, возрастном, он был бы бдительным. О чем это? Пожилые люди иногда расслабляются. Им кажется, что времена их серьезных падений, они уже в прошлом. А они вот проживают времена доброй, тихой старости, и все пройдет благополучно. Но это не так. Надо быть бдительным. Как в народе говорят, седина в бороду, а бес в ребро. Поэтому пожилые люди должны быть бдительными, степенными, то есть вести себя соответственно этому возрасту, целомудренны. Казалось бы, к целомудрию надо призывать только юных людей, но это не так. Здравой вере. Сейчас вот многие говорят о том, что молодежь наша провалилась в интернет. Да, можно так сказать. Но пожилые люди провалились и в телевизор. Они воспринимают всю информацию, которая на них изливается с телеэкрана, как что-то абсолютно достоверное, не понимая того, что и в интернете, и на телевидении масса фейков, глупостей, провокационных сообщений. Поэтому надо быть целомудренным по отношению к телу и по отношению к душе. Поэтому и сказано – здравой вере, в любви, в терпении. Терпение нужно пожилым людям, потому что эти люди чаще всего испытывают немощи возрастные, и терпение поможет им все это переносить, все тяготы такого возраста. Теперь наставление старицам, то есть пожилым христианкам. «Чтобы старицы также одевались прилично святым». Оказывается, у христиан был свой трескод, как одеваются святые, не так, как грешники. Что же может иметь в виду апостол Павел? Конечно, он имеет в виду то, что волосы, они скрыты. В нашем народе есть такое выражение «опростоволосилось», то есть там без платка или что-то еще. Закрыты руки, кроме кистей. Шея тоже как-то прикрыта. То есть достаточно такой жесткий был трескод у христиан. Он напоминает, кстати, исламское отношение к костюму. «Старицы также должны одеваться прилично святым, не быть клеветницами». Вот пожилые женщины иногда – это какой-то сгусток фейков и сгусток сплетен. Это очень не украшает пожилых женщин. «Не порабощались пьянству», то есть это угроза не только для мужчин, но и для пожилых женщин. «Учили добру». Далее. «Чтобы вразумляли молодых любить мужей». Имеется в виду, что они должны вразумлять молодых христианок любить мужей. «Любить детей», то есть проявлять деятельную заботу о них. «Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям». «Да не порицается Слово Божие». Вот несколько тем перечисляются, которые должны озвучивать пожилые женщины по отношению к молодым женщинам, христианкам. Дальше наставление юношам. «Юношей также увещеваю быть целомудренными, во всем показывает себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». То есть о нашей вере судят не только по священнослужителям, пастырям и архипастырям, по нашим пожилым мужчинам, пожилым женщинам, даже по нашим юношам. И юноша христианский должен всем показывать себе образец добрых дел, то есть стать примером для других. В учительстве чистоту… А это о чем? Оказывается, юноши были проповедниками Слово Божие, скорее всего, среди своих сверстников, и очень важно, когда они эту проповедь подтверждали чистотой личной жизни. Степенность, неповрежденность, то есть цельность должны иметь. Наставление рабам, то есть в чем их надо увещевать. «Рабов увещевай, повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить». Не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. В посланиях апостола Павла вот эта тема неоднократно встречается, и мы видим, что некоторые христианские рабы начинали превозноситься над своими христианскими хозяевами. и это как бы сеяло анархию в тогдашнем мире, и это считалось недопустимым. Вот эта фраза, «Чтобы старицы также одевались прилично святым», блаженный ироним Стридонский объясняет, «Старицы также, то есть подобно старцам, во всем достойные, трезвые, скромные, степенные, здравые в вере и любви и терпения, соответствующие их полу, имели бы подражание святым, или лучше, как написано по-гречески, одевались прилично святым, чтобы так же сами их походка и движение, и лицо, и слово, и молчание, и что угодно являли достоинство святого облачения». Конец цитаты. Иногда видишь в Москве, в Санкт-Петербурге, иностранных туристов, такие дедушки в шортиках, бабушки в шортиках, накрашены все, не только пожилые женщины, но и пожилые мужчины, и они все так молодятся, спортивной походочкой, подпрыгивают. Это неестественно. Это всегда нас выводит на аллюзию, где в Писании сказано о раскрашенных гробах. Мне кажется, что для каждого возраста надо вести себя соответственно этому образу, то есть проявлять степенность. Вот эти слова «юноши», также увещевая быть целомудренными, профессор Десницкий объясняет, юноши буквально более молодые, более молодые, что может подразумевать не только юношей, но и тех, кто был младше Тита, то есть все, кто моложе тебя, вот с ними веди себя так. И вот эта фраза «во всем показывает в себе образец добрых дел», архиепископ Верки объясняет ее, «между наставлениями апостол вставляет напоминание, чтобы учащий сам во всем подавал пример», то есть своим ученикам. И это очень важно, когда человек, который проповедует Слово Божие, сам старается жить в соответствии с этим Словом. Как минимум, проповедник Евангелия должен заботиться о том, чтобы никогда не выходить на проповедь в состоянии греха. И я вот с ранних лет, я где-то с 17 лет проповедую в церкви, с 16 лет, приучил себя к тому, что если какой-то грех я чувствую за собой, без исповеди я не выхожу на проповедь. Дальше идет раздел с 11 по 14, тут как бы обоснование этих и последующих указаний с 11 по 14. «Ибо явилась благодать Божия спасительной для всех человеков». А о чем это? О том, что благодать Божия, она поможет нам сохранять чистоту, быть степенными, целомудренными. «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенной, ревностной, к добрым делам». Здесь Павел, который неизменно является проповедником благодати, то есть божественного милосердия, он как бы предъявил требования к людям разного возраста, к старцам, к старицам, к юношам, к наставникам, к рабам. Он говорит, «Да, может быть, вы сами не справитесь с этими требованиями, но благодать Божия, которая спасительна для всех человеков и для пожилых, и для молодых, и для наставников, и наставляемых, она поможет вам, она усовершенствует вас». Ведь Христос – это тот, который дал себя за нас в жертву, имеется в виду, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Здесь апостол подчеркивает, что силой благодати Божией действием Христа, который очищает нас, мы можем только так усовершенствоваться. И сам Христос говорил, «Без меня не можете делать ничего». Архимандрит Ионуарий Ивлеев писал, «Подводя итог того, что принесло нам явление благодати в Иисусе Христе, апостол напоминает нам о нашем искуплении, о том, что Иисус своим крестом выкупил нас из-под власти всякого беззакония, то есть из рабства греху. Более того, Иисус очищает нас, чтобы мы смогли стать народом особенным». Блаженный Феофилакт объясняет это слово «особенный». Он пишет, значит, «свой избранный, выделенный для себя, искупленное, становится новым народом Божьим, ревнующим о прекрасных, так буквально говорится, делах, то есть о совершенном образе жизни». Конец цитаты. И заканчивается эта глава кратким наставлением «Сие говори», Павел пишет Титу, «Сие говори, увещевай и обличай со всякую властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Архипископ Аверкин Аушев пишет, «Апостол внушает неустанно об этом проповедовать со властью, дабы никто не пренебрегал им за беспечность в слове, если беззаконники ничем и никем не обличаемые встанут открыто перед всеми бесчинствовать». То есть мы не должны подавать повода ищущим повод. Вот эту мысль мы должны носить в своем сердце. Итак, сегодня отцы, братья, сестры, мы завершили обзор второй главы послания к Титу первоверховного апостола Павла. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз будем читать, делать обзор третьей главы этого же послания. Продолжение следует...